Здравствуйте! Вы смотрите сервис номер один проекта тех, для кого ваше желание всегда закон. Сегодня мы не будем беседовать о делах и трендах с представителями бизнес-элиты. На этот раз мы планируем лично протестировать санаторно-курортный сервис. Современный успешный человек подобен акуле. Если остановится, то умрет. Бежать, покорять, достигать – синонимы нашей повседневной жизни. Но зачастую последствиями столь активного образа жизни становятся депрессии, проблемы со здоровьем и разлад в семье. В погоне за признанием все это стало чем-то вроде нормы. Мы против такой нормы, поэтому сегодня мы начинаем программу оздоровления в легендарном городе-курорте Белокуриха. В Белокурихе известно не просто как город с мягким климатом и целебным воздухом, но и как место сосредоточения лучших санаториев. После тщательного анализа мы сделали выбор в пользу санатория «Родник Алтая». Выбирали мы по четырем параметрам. Первый – это близость к Новосибирску, всего 5-6 часов в дороге. Второй – наличие хорошей медицинской базы. Третий – положительные отзывы в интернете. И четвертый фактор – наличие оптимальной оздоровительной программы. Для нас такой программой стала «Энергия жизни», рассчитанная на 7-10 дней, и это оптимальная длительность для современного занятого человека. Спасибо, будем заселяться. Если раньше Белокуриха была эдакой здравницей, то сегодня ее можно по праву назвать модным местом. Не удивляйтесь, если встретите здесь партнера по бизнесу, известного политика или звезду Инстаграм. Уникальный климат, живописные виды, лечебные минеральные источники и, конечно, изумительный воздух, которым невозможно надышаться. Все это дает неограниченные возможности как для оздоровления, так и для хороших фотографий. Комфорт. Для меня это важная составляющая хорошего отдыха. В ближайшую неделю жить я буду в этом номере студио. Ничего напоминающего пережитки советского прошлого здесь нет. Абсолютно новый номер со свежим ремонтом, места хватит и для целой семьи. Фрукты, чаи в качестве приятного бонуса. А еще хорошие соседи. Они уже успели оценить местный сервис. Мы когда только зашли в номер, настолько было приятное удивление, что такой великолепный, он светлый, он чистый, он большой, красивый номер. Но мы заселились вечером поздно, как бы не все оценили. Первое, что нам попалось на глазах, так это вид из окна. Такой потрясающий вид на город открывается, завораживающий. Когда мы проснулись утром в нашем новом номере, получается, пришла к нам горничная и принесла такой презент, как можно сказать, блюдо с фруктами. Это такое приятное чувство, что тебя тут ждут. Прямое доказательство того, что каждого гостя здесь ждут, это индивидуальный подход абсолютно во всем, включая назначение личного врача-куратора, который дает рекомендации по лечению, отслеживает, как идет процесс восстановления и советует, как сохранить результат после завершения программы. Какие конкретно жалобы беспокоят вас на данный момент? Ну, главная жалоба, это, наверное, регулярная бессонница, которая на фоне стрессов появляется, усталость в теле. Бессонница, усталость. Из-за физических нагрузок. Какая-то раздражительность, повышенная утомляемость, снижение памяти или внимания. У нас была такая долгая зима, что, мне кажется, я абсолютно уже, я уснула за эту зиму. Проблемы, о которых я рассказала доктору, знакомы большинству жителей крупных городов. По мнению врачей, лучше всего бороться с ними именно весной и бороться комплексно. Согласно врачебной статистике, в зоне риска сегодня находятся горожане возрастной категории 30+. Особенно это касается мужчин, которые, как известно, привыкли откладывать решение проблем со здоровьем на потом. Биоритмы сегодня, вот в этот весенний период, начало весны, они готовы воспринимать восстановительные какие-то технологии наши, процедуры. Они прямо ждут. Поэтому самое время, говорю, приехать в санаторий, когда здесь очень большое количество солнечных дней сегодня. Такое прекрасное небо, такое яркое солнце, такие яркие краски кругом сверкают. Идет очень быстрое такое восстановление функциональных систем организма. Показаниями для лечения по этой программе «Энергия жизни» является синдром хронической усталости, стресс, как острый стресс, так и хронический стресс, состояние хронического стресса, различного вида неврозы, неврастынии. Показана она для людей, которые занимаются интенсивной умственной работой, бизнесом, когда именно и сочетание идет умственной работы, физической работы, большая занятость. Людям, которые недостаточно уделяют времени, отдыху. Чтобы вернуть себе былую работоспособность, в ближайшее время я буду жить по очень насыщенному графику. В среднем в день 4 лечебных и 3 оздоровительных процедуры. Оздоровление начнем с принятия пивной ванны. Пивной концентрат ценен для здоровья тем, что содержит большое количество полезных для организма веществ. Это витамины группы В, аминокислоты, органические кислоты, протеины, углеводы и микроэлементы. Состав и пропорции целебного раствора для ванны на пиве до сих пор хранятся под большим секретом. Именно поэтому на всех курортах он разный. Если говорить о пользе, то здесь целый список. Под воздействием хмельного напитка кожа приобретает эластичность, становится молодой и свежей. Улучшается ее регенерация, регулируется потоотделение, очищается кожа и через открывшиеся поры. Из организма выводятся токсины, повышается иммунитет. Пока мой организм оздоравливается, я просто наслаждаюсь. После принятия ванны необходим небольшой отдых. Скоротаю время за чаем. Теперь меня ждет сеанс карбокситерапии. Это уколы. Эффект в том, что углекислый газ, который мы вводим маленькими тоненькими игольчиками, посредством аппарата, который дозирует количество газа, вводимое в точку, и вводим их в биологически активные точки вокруг того органа, который поражен. Если поражен сустав, то вокруг сустава обкалываем. Поражен позвоночник, мы вдоль позвоночника. То есть зоны, болевые зоны, алгические зоны. Хоть я и боюсь уколов, но отказываться от процедуры не стала. Как человек, который не понаслышке знает, что такое затекшая шея, я готова попробовать. Эффект чувствуется почти сразу. Так как уколы не вызывают каких-то болевых ощущений, не требуют дополнительного отдыха, следующим шагом на пути к оздоровлению станет поход в тренажерный зал. В повседневной жизни многие из нас занимаются спортом, и поездка в санаторий – это не повод отказываться от любимой круговой или похода в тренажерный зал. Как я уже говорила, график у меня крайне насыщенный. После тренировки можно немного расслабиться на массаже. Пока я отдыхаю, массажист Евгений Юркевич рассказывает, на что пациенты жалуются и как закрепить результат. В силу сидячего образа жизни в наше время сейчас, конечно, больше с проблемами спины. То есть это остеохондрозы, грыжи, протрузии, могут быть какие-то смещения. Массаж достаточно успешно решает эту проблему. Если в санатории появляется возможность принять массаж, то, конечно, для того, чтобы решить проблему, лучше ее решать комплексно. В сочетании с другими процедурами массаж достаточно хорошо расслабляет мышцы, улучшает кровообращение, снимает отечность. А вот укреплять мышцы, скажем так, мышечный корсет, особенно тем более мужчинам, конечно, это тренажерный зал, это лечебная физкультура, очень хорошее занятие есть. Побольше двигательной активности. Почему? Потому что в момент сидячей работы в органах малого таза происходит венозный застой, что очень плохо для мужского здоровья. Для того, чтобы это избежать, надо побольше двигаться. Но опять же, включить в комплексную программу лечения какие-то двигательные моменты. Это может быть футбол, это может быть сфутбол, это может быть что-то такое, которое вот эти венозные застойчики просто уберет и не приведет к печальным последствиям. Все-таки массаж – это волшебная процедура. Победив в себе желание побездельничать в номере, я решила поплавать в бассейне. Полежать на кровати я могу и дома, а сюда я приехала за здоровьем. Кстати, на территории санатория есть комплекс открытых бассейнов как для взрослых, так и для самых маленьких. По понятным причинам запускают их только в мае. Надеюсь, что у меня получится отдохнуть здесь пару дней летом и поплавать на свежем воздухе. Пожалуй, на сегодня достаточно. Пора в кровать. Как человек, страдающий бессонницей, я возлагаю большие надежды на отдых в Белокурихе, замечательный воздух, этот ортопедический матрас и подушки. Кстати, здесь мне предложили целое меню подушек. Спокойной ночи. Новый день начинается с крайне приятной части – с завтрака в ресторане. Да-да, все это изобилие можно и нужно попробовать. Санаторий славится своей кухней. Все эти продукты натуральные. Большая часть закупается у алтайских хозяйств. Каждая трапеза состоит из шведского стола и индивидуального заказа. Как человека слегка привередливого в еде, меня это радует. Кстати, гости могут воспользоваться одной из семи видов диет, а сыроедческой – до гипокалорийной. Для детей отдельное меню с двумя дополнительными полдниками. Во время поездки у меня была мысль отдать предпочтение вегетарианскому или постному меню. Ну разве от этих творожков и кашля-малаке можно отказаться? Отдохнув после плотного завтрака, я отправляюсь на одну из самых популярных и эффективных процедур. Сегодня у нас по плану принятие пантовых ванн. Это одна из тех процедур, за которые люди едут на Алтай со всех уголков нашей страны. Пантовые ванны известны своим имплостимулирующим и тонизирующим эффектом. Также пантовые ванны благотворно влияют на мужское здоровье. И, как сказал нам один уролог, после этого чувствуешь себя молодым самцом ворала. Целительное воздействие пант известно с древних времен. С надобьей пантов в древнем Китае ценились дороже золота, и лечиться ими могли лишь император и члены императорской семьи. Эти средства считались источником вечной молодости и эликсиром бессмертия. Врачи настоятельно рекомендуют эту процедуру сильной половине человечества в качестве профилактики мужских заболеваний и лечения бесплодия. Врачебная статистика неумолима. Мужчины в России живут на 5 лет меньше женщин. До 30 лет практически каждый мужчина обращался к урологу-андрологу по поводу вопросов, связанных с мужским здоровьем. После 40 лет этот показатель приближается к 100%. Значительно выросло количество бесплодных мужчин. В последние 10 лет фактор мужского бесплодия увеличился до 60% с 40 в начале века. Плодовитость или фертильность современных мужчин существенно снизилась, особенно у жителей мегаполисов. Доказано, что даже недельная релаксирующая терапия дает тонизирующий оздоравливающий эффект на несколько месяцев. Эта ванна способствует укреплению повышения иммунитета. После принятия курса иммунный статус человека возрастает. Меньше его организм склонен к простудным заболеваниям, но к различным другим проблемам. Конечно, она и обладает тонизирующим эффектом, эта ванна. Возрастает и мышечный тонус, и сосудистый тонус, и нервный тонус после принятия процедуры. Что немаловажно, это хороший адаптоген. То есть после принятия курса мы видим у отдыхающих, у наших гостей, о том, что у них возрастает толерантность к переносу очень высоких физических нагрузок и умственных. В числе обязательных лечебных процедур у меня сегодня еще и озонотерапия. Так как у вас все-таки очень интенсивная работа и интеллектуальная, плюс нейроциркуляторная дистония, я рекомендую вам пройти озонотерапию. Показывает очень хорошее воздействие и на микроциркуляцию, и на состояние волос и кожи. И показаны примеры циркуляторной дистонии. Одна из самых приятных процедур – это гидропатия. В санатории большой выбор таких лечебных душей, но мне с моим диагнозом посоветовали отдать предпочтение душу Виши. Душ Виши за счет воздействия на нервное окончание успокаивающе влияет на нервную систему. Он показан при стрессах и неврозах, так как расслабляет и поднимает настроение. Во время процедуры улучшается кровоснабжение и лимфообращение. Это благотворно влияет на состояние кожи и способствует устранению токсинов и шлаков. Вдоволь насладившись водными процедурами и плотным обедом, самое время отправиться на прогулку. Все-таки этот курорт хорош в любое время года, усидеть на месте просто не получится. Зимой можно покорять горные склоны на лыжах, сноубордах и плюшках, а с мая месяца загорать и плавать в комплексе открытых бассейнов. Для тех, кто боится замерзнуть, есть хорошая новость. Три чаши из четырех подогреваемые, а уж скандинавская ходьба по таринкуру актуальна все четыре сезона. Вый, лес и свежий воздух. Белокуриха начинается с волшебного воздуха. Когда вдыхаешь его полной грудью, то кажется, что это и есть самый первый настоящий вздох. Специалисты говорят, что белокуриха особенно хороша весной, когда все цветет, пахнет и просыпаются любимцы всех отдыхающих – ручные брундуки. Чистейший воздух этих мест наполнен озоном, фитонцидами и легкими аэроионами кислорода. Отрицательно заряженные аэроионы – главный лечебный компонент в уникальной атмосфере курорта. Здесь их содержание больше, чем в альпийском Давосе. Высокая степень ионизации повышает защитные функции организма, активизирует обмен веществ. Целебное свойство воздуха отмечают гости санатория после первой же ночи, проведенной здесь. Сон называют восхитительно сладким, а пробуждение бодрым и полным сил. Климат Белокурихи имеет много общего с Давосом. Оба курорта расположены в удаленной от моря горной местности и в узком диапазоне географических широт. Здесь практически не бывает резких перепадов давления и погодных ненастей, вроде сильных ветров, туманов и гроз. Круглый год мягкий климат благоприятствует активному отдыху и оздоровлению организма. Во время моих закулисных бесед с врачами я не могла не спросить, где эффективнее оздоравливаться – в маленьком курортном городке или же отдать предпочтение стационару в своем, родном городе. Специалисты сходятся в одном, что город занятого человека, как правило, не отпускает. Только уехав за его пределы, можно переключиться на что-то новое и задать себе курс на оздоровление. Что такое лечение? Да, в поликлиниках, в стационарах, в клиниках. Лечение там воздействие направлено прямо на какую-то систему, которая страдает. Или орган, или в целом система. Но санторно-курортное лечение направлено на общее восстановление состояния организма. И мы восстанавливая общее состояние, усиливая иммунную систему, усиливая сосудистую систему, человек сам настраивается на выздоровление. После хорошей прогулки всегда приятно погреться. Греться я сегодня буду в фитопаросауне. Для этой процедуры в санатории используют сборы из лесных и горных трав, которые собирают в экологически чистых районах Алтая. Травяные настои помогают раскрыть поры и эффективно выводят токсины, засоряющие организм. В фитопаросауне вы не почувствуете привычной для бани духоты, что предотвращает кислородное голодание. Честно признаюсь, я больше всего люблю Алтай за его замечательные травяные чаи. И, конечно же, выйдя после процедуры, выпить свежезаваренный крепкий напиток – это настоящее удовольствие. После нескольких дней в санатории смело могу сказать, что сплю я здесь как младенец. Вопрос только в том, как продлить эффект, вернувшись в шумный город. Здесь, в Белокурихе, в санатории, мы запускаем те возможности, организм скрытые, которые способствуют самому восстановиться. Вот это самое важное. Мы воздействуем на его резервные возможности, восстанавливая резервную, повышаем резервные функции организма, которые запускаем, эти резервные, они идут в восстановительный процесс, потом самостоятельно организм запускается. Поэтому у нас с тобой наблюдается эффект отсроченности. Окончательный эффект оценки, собственно, делается и оценивается нашим гостям через полтора-два месяца, когда вот те запущенные у нас механизмы, они заработают и начнут давать эффект. Вот тогда можно сказать, каков эффект от лечения на Белокурихе в нашем санатории. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова